В этой части мы подробно расскажем о нашем лагере в Тундре, особенностях рыбалки Нахариуса, поисках Арктического кольца и трудностях на пути к мысу Канин. В предыдущей части фильма мы ехали из Москвы до Архангельска 16 часов и еще 8 часов до Низень. Переправы, красивые места, тающий зимний, перевалы и полный привод. Несмотря на то, что на многих участках дороги были огромные лужи, снежная каша и гололед, все-таки это была самая комфортная часть пути. Настоящая проверка на прочность нас ждала на снегоходном маршруте между Мизенью и Шойной. Северная природа встретила нас со всей серьезностью. Сильный ветер, холод, бурга, поломки и застрявшие сани. Всю ночь мы провели в пути, преодолевая маршрут в 400 километров. Первую ночь мы заночевали, не замерзли, все хорошо. Спальники греют, палатка тоже. Сейчас у нас утренняя рыбалка. Такой первый полноценный рыболовный день. Собираемся и пойдем в сторону моря по речке. Будем проверять разные места и будем надеяться, что найдем ту самую красную рыбу с северных речек. С буром заводской брак, причем, так скажем, этот брак не на конкретном данном буре, а на очень большой партии присутствовал. Не переключается реверс. Не переключался реверс, поэтому пришлось полностью разобрать редуктор. Ну и механически переключить его, сделать в том положении вращения, которое нам нужно, так скажем. Помимо ремонта бура, нам требовалось починить и снегоход. Но пока хорошая погода, мы решили отправиться ловить рыбу на четырех снегоходах. На недалекий маршрут можно передвигаться в санях или втроем на одном снегоходе. На недалекий маршрут можно передвигаться в санях или втроем на одном снегохода. На недалекий маршрут можно передвигаться в санях или втроем на четырех санях или втроем на четырех санях. Снег уберем и пробурим. Ну вот поймал первого хорезочка, небольшого, правда, отпустил его. Клюнул вот на такой небольшой вип. Вот, производителя, честно говоря, не помню. Ну вот, клюет. У ребят вот сейчас клевало на небольшую колебалку. Цвет, кстати, похожий был, ребят. То есть там красный с желтыми тонами. В панцире просто ручейник. Это икринки. Тоже это самодельные. Это муравьи. Просто муравьи. И в свое время Хариус очень любит муравьев. В определенный момент времени вот туда вот закидываешь. Он вот, если пригрузил их, допустим, мормышкой, то они просто, ну, естественно, плавают. И причем они ничего не имитируют. На самом деле, рыба... Как мы их зовем? Она их просто пробует. Как мы их зовем? Кого? Их. Пыздрики? Пыздрики. Это пыздрики, да. А здесь, видишь, здесь осы. Очень любит осень. Это все перед... Как нахолстом закинуть, смачиваешь силиконом вот эти все. Именно только вот шерсть. И закидываешь. Крючок намочишь, уже не тот эффект. Забегая вперед, скажу, что самой стабильной приманкой была колебалка. Размер от 4 до 8 сантиметров. И расцветки салата розовой. Не менее лоббистыми оказались и вибы. Причем их размер был больше. Средний виб, которым мы ловили, достигал 6-8 сантиметров. Но и на 12-сантиметровые вибы с успехом ловился хариус разных размеров. Также были поимки и на силиконовую приманку на джек-головке. А вот на искусственных букашек и мушек, которые показывал Сергей, плавить не удалось. Сильный ветер просто выдувал леску, не давая заглубиться легкой приманке. Детенок совсем маленький, с три узлачика. Надо искать. Как говорят ребята, по опыту ловли на этих речках, в какой-то момент мы можем найти действительно хорошую стаю. И хариус проявляет себя сразу. То есть опускаешь максимум минуту на лунке, и он должен брать. Если нету, значит нечего здесь ловить, и надо двигаться дальше. Вдали от городов нет проблем с питьевой водой. Захотел просто попить не горячего чая, а просто водички. Берешь кружку от термоса, опускаешь в лунку. Вода как слеза. Настроение улучшилось. Едем дальше искать хариуса. Здесь взяли трех штучек, но это мало. Может он здесь не берет на наши приманки, а может быть его здесь и нету. Будем искать. Вперед! Вперед! Неактивная сегодня рыба. Водка в очередной раз сыграла с нами злую шутку, изменив давление с максимально низкого на почти что максимально высокое. Гипертоники сегодня пили обезболивающее. Чтобы не болели головы. И поэтому у рыбы, видать, та же самая проблема. И исходя из того, что сейчас мы имеем, там очень много деталей с твоим... Хлебушек дефицит. Сникерсов полно набрали, а хлеб заканчивается. Миша, там патрон. Прошу выражаться. Какой план на сегодня? Вот сейчас там 2 часа дня. Я так понимаю, обед это самое бесклювие. Обед здесь самое бесклювие. Не клевало, даже когда мы приезжали с очень хорошей добычей. В обед, там, с часу и, предположим, до 3-4 в час по чайной ложке, по большому счету. После вечерняя зорька, вот так ее называем, понятно, что еще солнце довольно-таки высоко, но, тем не менее, начинается вечерняя кормежка у рыбы. И по тем лункам, по которым мы ехали вперед, открывали для себя новые, так скажем, места, ямы. Один-два взяли, дальше один-два взяли, дальше один-два взяли, дальше один-два взяли, дальше. То есть не зацикливались на этих лунках, но определили для себя, что есть глубина, есть вода, можно ловить. Обратно уже просто по ним едешь и получаешь удовольствие от... То есть реально может быть, вот мы проехали там в лунке и вообще ничего не поймали, вечером едем, опускаем, и там как на черных камнях. Да, именно так. Я не знаю пока. Не сильно мне в это верится, что мы можем вернуться и в тех лунках прям, чтобы вообще было раздание. Смотри, бывает по понедельникам и клюет, а по вторникам клюет. Вот так вот реально бывает. Да, а еще бывает, клевало вчера и завтра. Мне кажется, они дурят, я не знаю. Обязательно вставим кусочки их фильма. Как они здесь ловили. Я не знаю, каких водолазов они из Архангельска привозили. Роман, у нас также претензии к вам. Как склевало, с вами не клюет. Вот, вот, давай стоять, еще. Помогай, помогай, помогай. Да, колесо ровно. Два килограмма, 60 грамм. Сменилась погода на дико пасмурную метель. И вот мы в течение трех часов сделали объем трех дней. Здесь может быть. Понимаешь? А три дня они просто ходили. Завтра или вечером. Я и сказал, что надо. То есть фактор много. Вот в этих желудках. Да, да. Они в подобной ситуации. Возможно, с полчетвертого заклюют и до четырех. А почему мы камеру опускаем, а ее нету там, ну, до кера. Да, не нашли. Она где-то стоит, но она же, вот смотри, к примеру, течение, да? Хариус, он шустрый, он не будет стоять на течении. Он на течение выходит кушать. На течение? То есть, да, он стоит в закутке. Ну, то есть, ну, в своем домике, грубо говоря. В магазин сбегал? Да, да. И он бегает в магазин. Чик, пожрал и обратно вернулся. Он не будет стоять на течение. В ресторан, в ресторанность выручать. То есть на течение выходит, когда пронесет по-другому. Какое вило, оторвавшуюся. Бамс. А так вот, да, стоит в менее быстрой воде. Прячется за коряжкой, которая также снижает давление воды. В течение. Хитрую собака. Ребята оказались правы. Чем ближе была вечерка, тем активнее становился Хариус. Ах ты. Опа. О, воды-то нет. Это, без поклевки, без всего. Просто взял и подсел. Рисочек. Сейчас поймаем. Начнется скоро вечерний клюв. Верим в кольца. Рано или поздно мы должны где-то его найти. Верим в кольце. Йохоу. Жадно берет. Сразу все три крючка. Оп. Ха-ха, красавица. На одном из участков реки мы решили опустить подводную камеру и увидели в режиме реального времени, как Хариус реагирует на наши приманки. Попробуй другие движения, мощные. Давай, вот, 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 точка прицеливания. Вот подходит слева, видишь? Одна, вот, вот, там, прям в обновь включить. Он и где бежит? Играй, вот, вот, будешь ты играть. Так и продолжай играть. Все, вот так ты играй. Вот, стол вот открывать. Пытается ее. Так. Снучка. Давай, дай. Там дно постучи. Вот, ты бей, Сахарюзов. Так. Вот. Ну, давай, три. Такой же у Гриши. Есть поклевка на видосик. Прям видно было? Да, 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 да. Ага, вот еще один. Но поменьше. Который 35 заберет. 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 Это, прежде всего, команда единомышленников, объединенная одной целью. Это любовью к нашему северному краю, ну, и непосредственно рыбалкой. То есть мы много путешествуем по нашей области, по Карелии, по Мурманской области, ну, по крайнему северу. Основной из направлений туров у нас все же идет Кольский полуостров, а именно Терский его берег, Терский берег. Где очень в обильном количестве ловится лосось, горбуша, кумжа. Ну, в прилове, естественно, щука и окунь, куда без них. Вот. Красивящие места. Очень интересный тур, подготовленный нами полностью. То есть наш клиент получает все от и до, так что все будет классно. Если у вас есть желание отправиться к ребятам в гости на рыбалку, в описании вы можете найти ссылочку с их контактами. У нас осталось пару дней в этих местах, и нужно будет начинать выбираться домой. И есть два желания. Первое желание – хочется еще поискать рыбу и поймать, может быть, гольца. Уж очень. Это классная рыба на вываживании. С другой стороны, у нас есть желание добраться до самой крайней точки мыса, дойти до маяка. Это край земли. Но туда идти примерно 150 километров. КОНЕЦ Вот мы и дома. Целую неделю наш дом родной. Едешь среди этого бесконечного снега, когда видишь ты вот эти вот палаточки, которые уже тоже на самом деле почти белые. Поднимается настроение, да? Ну да. И дом как-никак. Ну, вечером все равно устаешь, ну ладно. Надо еще поработать. Да. В реки Ды высаживаете одежду. Не то, что рыбалка. Ехал на рыболовную базу. Да, да. У тебя там теплый номер, кроватка, все убрано. Ужин приготовлен. А в наших условиях по приезду в лагерь еще нужно потрудиться. Набрать воды, разобрать стол, помыть посуду, приготовить ужин. А у Миши по вечерам самое ответственное задание. Он занимается ремонтом снегохода. Чтобы мы могли на нем добраться до дома. В общем, дел всем хватает. Идем сегодня на другую речку. Поэтому сейчас заправляем полные баки. На всякий случай с собой возьмем небольшой запас топлива. Потому что идти достаточно далеко. Я думаю, на круг в одну сторону будет больше 100 километров. Так что вся проблема еще заключается в том, что у нас нет проложенного маршрута на эту речку. То есть мы понимаем по карте, где она находится. Но идти будем по неизведанному маршруту. Так сказать. Придется его проложить. Поэтому полные баки. С собой небольшой запас топлива. И все будет здорово. Собственно, это и стало главной причиной решиться на маршрут в сотню километров. По дороге мы встретили лагерь ольгиодов. В это время года они уходят ближе к тайге. Так как оленям здесь нечем питаться. Но как только снег растает, они сюда вернутся вновь. Субтитры создавал DimaTorzok Дарюсишку. Дарюсишку. А ведь поклевка была почти кольцовая. Толкал вверх мормышку. Эксперимент. Смотрите. Силу ветра оценить. А так обстановка по кайфу. И поклевки у него сегодня прям жадные и прижадные. Так мощно бьет. Просто кайф. Пошла раздача. Вот это рыбалочка. Красавчик. Сапог тихет. Рома, не наступи на рыбу. Хороший Харюсишка. Почти что под килошечку. Почти что под килошечку. Рома, никому не говори. Сзади тоже он, смотри. Тебя со всех сторон. Одновременно во всех лунках клюет. Вот он красавчик. В любую погоду выйдем. Два навигатора. Никогда не берите один навигатор. Алексей, снимаешь? Никогда не берите один навигатор. Выходит из строя. И можно обратно не приехать. Надо будет преждать либо погоду. Либо ехать в никуда. Вот два варианта. О, хороший. Кто такой толстый? Кто такой радостный? Красивый. Остренько. Бодрый. Сазарными глазами. Огромная приманка. Такой радостный. У тебя не поменялось? Ну что, у тебя не поменялось? Вообще, больше всего, мне кажется, мы поймали на блесенье. У тебя не поменялось? Очень маленькая губка. Так вот, он улетает. С самого Карл. Вот тут, ребят, кайф. Вот тут, ребят, кайф. Таких хрюзочков половить. Оп. Блин, я так. Вот она. Ух ты, ух ты, ух ты. А, может, и не знаю. Не, может быть, просто крупные губки. Ну давай, друг, что ты там? Видимо, на твою монстритическую блесну? Нет, 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 но фишка в том, что у меня вот... А, ну, все. Поперек просто встал. Это другая речка, ребят. Нет, другая. Стоять! Глубина вот так вот, 10 сантиметров. Отпускает на кик. Несмотря на то, что погода сильно портилась, раздувался сильный ветер и начинал сыпать снег, мы очень здорово отловились по Хариусу. Поклевки уверенные, размеры зачетные и, что самое главное, клевало у всех. Но по-прежнему не было гольца. Мы решили продолжить поиски на другом участке реки. Алевая Земля. То есть... Ну вот прямо здесь, наверное? Да-да-да, вот здесь. Давай выводим. Я не знаю, куда туда или сюда? Хотя вон тоже берег. Тоже берег уже будет. Там камни. Нет, там именно такая локальная яма. Локальная яма, вот там. Давай, у тебя что? Там я в камни, по-моему, втопил. Давайте так еще раз. Сколько подглядал? Сейчас, сейчас я пытаюсь понять где-то ноты вообще. Вот, но мелко. Так же. Да что вот-вот лёд теперь будет. Какие же кремы. Вот это жара пошла. Очень хорошая, жадная поклёвка была. Только опускал приманку, даже играть не начал. Ох ты! Ох, офигеть! Да ладно! Хорош! Хорош! Тихо-тихо-тихо-тихо! Ну, пожалуйста, иди сюда! Ах, офигеть! Ай, блин! Ураааааа! Всех надуль! Всех! Заканчивай рыбу! Пошла! Вон он! Ради одной рыбки такое достойно приедем Ребята, это было, ну вот, как голец клюет, вроде тюк А я его подсекаю, поднимаю, поднять-то и не могу Он туда офигасик Сильно, да, сопротивляется? Интересно Вообще огонь Всех надул, первый поймал Ну вы тут каких хариусов поймали-то? Прям куча телевидения наехала, камеры Первый колец вот такой Думай, надо двигаться Думай, надо двигаться Думай, надо двигаться Мук, что ли, уперся Спасибо, мужики Красивый Думай, от берега немножко подкорбился Давай это Руку его Стоять 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 После обеда еще раз лунки обстучим и дальше пойдем Десять лунок, десять удочек В обед рыба перестала быть активной У нас тоже есть время подкрепиться Сейчас как раз обед Время без пятнадцатого часа Мы пойдем перекусим Дождемся, когда у рыбы появится настроение Клев И вернемся к ней Вот метет Мы не пойми, где остановились Но вернее как Можно понять Мы остановились в том месте, где Минимальное воздействие ветра на нас Загородились снегоходами Со всех сторон И пережидаем пургу Все сдохло, кроме панасоника Дубль два Не, ребята, это реальный вот трудяга Вы посмотрите на него, в каком он состоянии Переверни, Лех, покажи В каком состоянии нормально? А, это? Да ну в смысле, это нормально ты называешь? Да нет, я про вот этого Михалушка там все нанесу Серьезно, минус сорок в том году Гвозди бы делать из этих людей Не было крепче в мире гвозди Ну что, как бы мы не провадились Не называли себя суперсильными И отчаянными Мы вынуждены ждаться Перед силой природы Ребят Просто молоко Мы видим перед собой 50 метров Идти дальше Уже тяжело Время 4 часа дня В 6 начинает темнеть В 7 уже совсем кромешная теплота Поэтому мы сейчас начнем Выбираться потихонечку В сторону дома Главное открытие за сегодня То, что мы нашли речку Где есть голец Мы поймали две штуки Это отдельная история Нас ждет Очень классный ужин В глаза летит снег Как песок И это очень некомфортно Но самое страшное Это ехать на снегоходе Потому что ты видишь Перед собой 10-20 метров И все А когда начинается Пик этого снегопада Этого бурана То Ты можешь не видеть дальше Свои вытянутые руки Дорога домой оказалась Не из простых Если внизу на реке Еще хоть как-то Закрывают от ветра Крутые берега То поднявшись на плата Мы попали в самый Эпицентр метели Дорога не видна И спасало только то Что у нас уже был Проложен трек на навигаторе Но несмотря на все Происходящее Внутри переполняла Радость от того Что мы Все-таки смогли Поймать гольца А это значит Что нас ждет Вкусный ужин По приезду в лагерь Для лучшей устойчивости палаток Их пришлось привязать К снегоходам Иначе есть риск Что на таком ветру Можно проснуться Под открытым небом Все белым-белым Если есть какие-то веточки То только на них ориентируешься А так все белым И мы едем по навигатору Я Сереге показываю В лево-вправо А веток нету Просто на снегу не видно Вниз, вверх Что одинаково Самое страшное Из десятибалей шкалы Это где-то вот на 7 Друзья, знаете Честно Хочется Безумно расстроиться От того, что мы не смогли Сделать свою Послеобеденную рыбалку Но с другой стороны Я безумно счастлив Что мы добрались До лагеря Потому что Вот Находясь там Не пойми где В 50 километрах От еды От тепла Вообще От всего Ну Иногда так Бывает страшновато Ты едешь И видишь буквально Вот 5 метров Перед собой И все Потерял Снегоход Который идет впереди И все И куда ехать А первый А первый Снегоход Идет по Трекингу По маршруту По которому Мы забирались туда А иначе можно Улететь со склона Здесь Как вы видите За Снаружи Метет Метет Страшно Вот У нас даже здесь Все вот В палатке Заметено Вот И Заметенная у нас Сковородочка Вот Но Постараемся Сегодня что-нибудь Делать еще Так Газ пошел Это хорошо Уже Вода наша Сейчас Подтопится Немножечко И после этого Панировка Все То же самое Что было В прошлый раз Вот Когда вы помните Жарили кариоса Вот сейчас Мы так же Гальца пожарим Галец Местный В принципе Имеет красное мясо Но вот То что Сегодня Он довольно светленький Ну Связанное с питанием Наверное что-то не то ел Больше масла Чтобы она у нас Как прям На фритюре Жарилась Ну Сейчас Значит Гальца мы Распороли Сняли Собственно Две Два пласта Вот Ребра оставили Чья у гальца мелкая Все У нас даже свет Выключился Не знаю Ребят Вам что-нибудь Видно Нет Но в принципе Чья у гальца мелкая Как я сказал уже Да Мы сейчас прям Панируем с чешуей Все Кладем Раз Рыбку Кусочек Все Жарко пошла В целом Конечно Даже ребята Местные Говорят что Ну Не попадали в такую погону Нет Вообще Первый раз Ну так Интересно Интересно Вспоминаются полярники Зимовки наедине Ну и вот Вся эта романтика Не сказать что это как-то там сложно Но Интересный опыт Интересный Всем рекомендую Ну как-то Всем желаю Испытать подобное Утром мы приняли решение Отправиться на мыс Канин Во многом Потому что в нашей команде Был Гриша Еще будучи в шойне Он рассказывал нам О своих задачах Моя задача Съездить на мыс Канин Для меня рыбалка Так второй Как бы На втором плане То есть именно путешествие Да То есть для меня Больше как бы путешествие Поэтому По поводу рыбалки Я сказать ничего особо не могу А почему именно Канин мыс Канин мыс А я там жил С родителями Долгое время Потом 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 Уже Где-то 30 лет там не был Что-то пока Когда появилась возможность Снегохода Съездить Вот захотелось В детские места Проедать Рассчитывая на такой рассказ И экскурсию Практически от местного жителя Мы приступили К сборам лагеря День сборов На самом деле Самое Такое проблематичное В таких поездках Это собрать И разобрать лагерь Сначала нужно Все Подкопать Потом наоборот Откопать Если этого не сделать Либо палатка Унесет ветром Либо будет Задувать внутрь Четыре полноценных дня В общей сложности Мы провели на этом месте Ловили на двух разных речках Но, конечно, очень тяжело Нам было бороться с погодой И главная проблема Наверное, это ветер То есть не столько мороз Сколько безумно сильные ветра То есть тундра Открытое пространство И чуть ветер дунет Он достигает Очень больших скоростей Поэтому здесь мы рыбалку Сейчас заканчиваем Практически собрали лагерь И через несколько минут Мы планируем выехать И добраться До самой крайней точки Это край земли Мы с Канин-Нос Там есть маяк И метеостанция Там вахтовым методом Работают люди Которые буквально Раз в год получают еду А все остальное время Оторвано от цивилизации И сейчас мы попытаемся На снегоходах Добраться дотуда А уже оттуда Будем возвращаться В сторону дома Продолжая наше движение На крайний нос Опыт движения У всех уже есть Ведомый Замыкающий Михаил, ты замыкаешь Контролируешь ситуацию По поводу потери вещей И прочее Все друг за другом следим Никто ни от кого не уезжает Скорость движения Средняя должна быть 40 км в час Гнать не надо Тише едем Дальше будем Мудрость Проверенная веками По рельефу Какие особенности Могут быть на маршруте Значит по рельефу Сейчас видимость хорошая Все что касается Какого-то спуска И подъема Я поднимаю руку Все стоятся Сейчас езжу Все прозондирую Потом приеду Покажу самое удобное место Где проехать Без каких-либо сложностей Все Коненос нас ждет Предлагаю вперед До старта домой У нас есть еще один день В запасе На непредвиденные обстоятельства Если у нас сегодня Все пройдет по плану И вечером Мы успеем добраться До Шойной То нас ждет Еще один рыболовный день Еще по дороге сюда Сломалась пружина Поскольку возможно Это было подшаманили В поляных условиях Мы вот сейчас выехали Буквально Проехали несколько километров Первый затяжной подъем Опять это все опустилось Сейчас будем находить Какое-то решение Что выезжать нам надо Еще есть идея доехать До Канина у нас Миша, что будем делать? Ремонтироваться и ехать дальше Легкая дворточка И все поедет сейчас Разгрузим Немножко зад снегохода Пружину поставили Переднюю назад Вот Вперед заглушили Но длины пружины Не хватает Чтобы снегоход поставить В нормальное положение Так что ну Остается вариант Два Плешить Чем мы сейчас и занимаемся Так как запасной пружины У нас не было Мы максимально разгрузили Снегоход Перецепили сани И отправились дальше А Сергей за рулем Такого заниженного Снегохода Мне напомнил Мультик Мыши рокера с марса Напишите в комментариях Вообще Кто-то из вас Смотрел этот мультик Мыши рокера с марса Мыши рокера с марса Мыши сопровняются Давайте еще ищем На что брал Продам Тут Видишь Копер вроде Не-не-не Там не все Мешок у нас должен быть Ты выкладывал лимон это Куда закладывал Там что там Два лимона у меня только И все Есть такая особенность Что приезжая в гости На маяк Нужно с собой Что-нибудь привезти Лучше всего Вкусного кофе Не знаю Правда это или нет Мы с собой кофе везем В подобных условиях Процесс заправки Сильно облегчает Длинный шланг Помпы SmartPower 2010 Его длина Два с половиной метра Дает возможность С одной бочки Заправлять сразу Несколько снегоходов Без их Дополнительного Передвижения Для того чтобы не тащить С собой на маяк сани Мы решили оставить их На полпути И пойти налегке А на обратной дороге По пути в Шойну Мы их заберем Это нам позволит Примерно 150 километров Проехать с большей скоростью И сэкономить Драгоценное время На завтрашнюю рубалку Какой же это кайф После езды С тяжелыми санями Прохватить на скорости Под 100 километров в час По ровной тундре Отличная видимость И не менее шикарные виды И мы едем туда Куда мало кто Умудряется добраться Я думаю, что мы сейчас С этим поговорим На маяк, наверное, сходим С этим, со смотрителем Оттуда поснимаете А он тут еще нас пустит Даже туда? Да, на этот Поднимались Все-таки формат Не просто рыбалки А полноценного путешествия Мне явно по душе И в этом сезоне Мы постараемся Мы постараемся порадовать И фирменный рецепт И фирменный рецепт Его приготовления Увидим, как добывают рыбу Местные промысловики И проведем экскурсию По лесу Где живут Духи шаманов Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...